ЗАПАДНАЯ Армения В Сирии прошла масштабная акция в поддержку Арцаха. Гробница римской эпохи в Харберте привлекает внимание. Армянская культура возникла как сложная система, которая всегда находилась в сфере взаимодействия разных народов, но сохранила свою самобытность. Бережно сохраняя и приумножая свое, армянский народ внес достойный вклад в общую культурную сокровизницу народов земли. Депутат парламента Западной Армении, политолог, политический консультант Симон Таронян рассказал о культуре Западной Армении. В ходе интервью он упомянул шаги, предпринятые армянами, проживающими в Западной Армении, для сохранения и развития своей культуры в условиях кемалистко-турецкого угнетения. Он также рассказал о возможности привития проармянских ценностей молодежи, проживающих в Западной Армении. Беседа завершилась обсуждением культурной ситуации в Западной Армении. Вы можете посмотреть полное интервью на нашем YouTube-канале. Армянская сторона продолжает строго соблюдать режим прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Как сообщалось ранее, США, Армения и Азербайджан выступили с совместным заявлением о достижении договоренности о гуманитарном перекращении огня в зоне Карабахского конфликта. Оно вступило в силу в 8 утра по местному времени 26 октября. Азербайджан уже несколько раз нарушил режим перемирия. Что мы имеем в Карабахе на 30-й день корвопролитной войны, развязанной Турцией и Азербайджаном при поддержке боевиков из Сирии против Нагор на Карабахской республике. Положив около 7 тысяч убитыми, лишившись 80% всех танков и бронемашин, 90% авиации и примерно 60% всех беспилотников, Азербайджан так и не смог осилить 120-тысячную республику. Об этом на своей странице в Facebook пишет блогер-журналист Александр Лапшин. Он пишет. Из открытых источников сегодня уже очевидно, что азербайджанские войска смогли прорваться вглубь Нагорного Карабаха только на окраинем юге, в районе долины Аракса. Там равнимая местность, где Азербайджан мог в полной мере использовать свои преимущества в виде четырехкратного превосходства в живой силе техники. И как и предполагалось, на этом все и застопорилось. В горах, где не могут действовать танки, очень ограничена артиллерия и малоэффективный беспилотник, азербайджанцы застряли. Алиев пытается сейчас действовать диверсионными группами, которые ежедневно отправляются фактически на убой в Карабах. Бои в горной местности, где Армения держит заранее подготовленные позиции, азербайджанцы на пустом месте пытаются без поддержки танков и беспилотников эти позиции взять, обречены на неудачу. Россия не поддерживает позицию о возможности решения конфликта вокруг Нагорного Карабаха военным путем. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Афинскому Македонскому агентству новостей. АМНЭА передает ТАСС. Он подчеркнул при этом, что именно тройка сопредседателей является общепризнанным форматом посредничества в этом конфликте. Армяне по всему миру продолжают проводить акции протестов против действий Азербайджана и требуют признать независимость Нагорного Карабаха. Масштабная акция в поддержку Нагорного Карабаха состоялась и в Алеппо в Сирии. Участники митинга, который состоялся накануне вечером, выразили солидарность с народом Карабаха, также готовность борьбы с международным терроризмом. Арцах наш скандировали митингующие. В руках они держали плакаты, портреты Эрдогана и Гитлера. Митинг транслировался в прямом эфире на странице «Армяне сегодня» в Facebook. Одна из участниц акции Мария Габриэлянова в ответ на вопросы журналистов сказала, что история предподнесла армянскому народу целый ряд уроков. По ее словам, борьба армянского народа всегда была справедливой, так как в отличие от противника Армении никогда первой не нападала, а всегда оборонялась. Курган на горе Мастар в провинции Харбер Западной Армении был официально зарегистрирован и охраняется с 2017 года. Мавзолей, расположенный в предгорьях бассейна реки Ефрат, имеет высоту в 20 метров и в диаметр 50, на котором выстроена груда камней. В гробнице много незаконных раскопок и ям, проделанных кладоискателями. В древности такие курганы делали для людей знатного происхождения. Согласно исследованиям, руины недавно открытого замка на вершине восточной части кургана относятся к римской эпохе. По естественным причинам основная конструкция замка разрушена. Видны только остатки фундамента. К сожалению, замок находится на грани разрушения. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Сахак Сахакян Заркифнэшдэ Заркир. Сахак 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 Сахакафнэшкэр. ПЕСНЯ Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!